Один из любимых снарядов у собак. Она будет опускаться, то есть собака поднимается снизу, и качель опускается вместе с собакой, и собака спускается. Сплошные барьеры. Есть низкий барьер, на нем стартовый можно учить. Тренажеры для дрессировки своих любимых лабрадоров сначала внимательно изучает собаковод Наталья Уразманова. Барьеры лестницы качелей считаются самыми популярными снарядами. Шесть сотен квадратных метров обустроили для выгула собак в Ленинском районе Ижевска, вблизи сквера оружейника Драгунова, по просьбе горожан. В каждом районе города они должны быть, чтобы владельцы доходили до них из дома, не ездили с другого конца города, а комфортно на прогулку приходили. Это нужно, потому что собаку нужно отпускать с поводка, и это должно быть на закрытой территории. Ни в коем случае не просто где-то в городе, чтобы собаки не контактировали, случайно не задевали прохожих. Поэтому такая площадка имеет грандиозное значение для всех владельцев. Сейчас собаки есть в каждой пятой семье, поэтому, конечно же, культуру нужно прививать. Хотелось бы, конечно, побольше урн, чтобы мусор не валялся нигде, и куда убирать за собаками тоже надо, чтобы пакеты какие-то были. Можно фонтанчики сделать, как в Москве сделано, например, стоят фонтанчики для собак, именно пьют тазик железный или что-то такое, туда наливают воду, и собаки спокойно пьют. Площадка на Драгуново уже второй объект, который построили в Ижевске в этом году специально для собаководов. Еще один обустроили на Берша. Всего за два года в столице открыли пять специальных зон для выгула собак. Еще в парке Тишино, на Заречном шоссе и в Рябиновом сквере. Все площадки оборудовали тренажерами для дрессировки, специальными контейнерами для отходов, установили освещение, скамейки. При выборе территории учитывали многое. Например, соседство с жилыми домами и детскими зонами. Сильно все зависит от кадастровых земельных участков, от близкого расположения каких-либо объектов. Например, детские площадки, многоквартирные дома, спортивные какие-то объекты. Все это предусмотрено действующими нормативами, естественно. Правда, удаленность там должна быть определенная и так далее. Сложностей много, но я думаю, что за последние два года пять площадок – это очень даже круто. В этом году на обустройство двух площадок город выделил более двух с половиной миллионов рублей. Сейчас определяются территории для строительства таких же площадок в следующем году. Зато известно точно – очередную большую встречу собаководов поклонники лабрадоров проведут здесь, в сквере оружейника Драгунова. Елена Абуховская, Юрий Дроздов. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова